Ну всё, скоро увидимся. Точно не хочешь остаться? Точно. Я в этих штуках не разбираюсь. Я ощущал то же самое, когда смотрел грязные танцы. Когда здесь будет раздеваться Патрик Свейзи, тогда позови. Ну а пока веселись. Здравствуй. Привет. А ты кто? Я Пейдж. Красивая бабочка. Благодарю. Ты совсем юна. Наверное, здесь со взрослым, который посещает этот курс? Нет. Доктор Стержес узнал про моё исследование квантовой хромодинамики при высоких температурах и пригласил меня прослушать его курс. Неужели? Да, он очень милый. Любопытно. Расставим точки над «и». Он мой наставник, бойфред моей бабуленьки, а также ел спагетти с сосисками в моём доме. Спагетти едят с сосисками? Да. Ты понимаешь, что это продвинутый курс? Мы будем обсуждать, как свести ядерную физику к квантовым моделям. Ты не знаешь, он будет делать полный расчёт зарядового октета с матричными вычислениями? Не знаю. А ты умеешь дифференцировать под интегралом? Нет. Ты вообще что-нибудь знаешь? Я знаю, что ты на моём месте. А сколько тебе лет? Мне 10. Мне тоже 10. Когда день рождения? 26 февраля. 17 марта. Получается, я самый юный студент в этой аудитории. Забавно. О, отлично. Вижу, вы уже познакомились. Я моложе его. Почему вы не упоминали, что она придёт на занятия? Я решил, что это будет приятным сюрпризом. Не люблю сюрпризы. Как и я. Тогда почему вы его устроили? Некоторые любят сюрпризы. Обожаю сюрпризы. А этот тебе как? Отлично. 50% успеха. Неплохо. Приступим. С тех пор, как я делил утробу с сестрой-близняшкой, меня ещё никогда так сильно не раздражал сосед. Что-то ты там притих. Я испытываю незнакомую эмоцию. Это может быть как-то связано с твоей новой одногруппницей? Возможно. Она единственная переменная в этом социальном уравнении. Ну а что ты чувствуешь? У меня горит лицо, живот скрутило, и я едва сдерживаю желание пнуть твоё сиденье. Возможно, это ревность? Нет, это не в моей натуре. Ладно, давай переберём варианты. Я вижу твоё выражение лица, и поэтому исключаю счастье. Ты грустишь? Нет, слишком много злости. Так может, ты зол? Нет, слишком много грусти. Так может, ты в неё влюбился? Ты хочешь, чтобы я пнул твоё сиденье? Ну не знаю, пирожочек. Всё равно кажется, что это ревность. Назови хоть одну причину для ревности. Доктор Стержес для тебя очень важен. А теперь он уделяет внимание кому-то ещё. Ты привык к тому, что ты единственный умный ребёнок, и вдруг появляется ещё один. Ну и есть вероятность, что... Я сказал одну причину, благодарю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!